Пескульт-привет, туристы! Русский чемпион Иван Малахов, который будет вести этот выпуск, до 16 лет катался по оврагам Смоленщины на беговых лыжах. Именно он, как никто другой, понимает, что такое учиться горным лыжам самостоятельно. Уверен, что этот выпуск будет для вас полезен. Чтобы освоить технику катания на лыжах, самое лучшее, что вы можете сделать, это, конечно же, обратиться к инструктору. Когда я начинал кататься у себя в славном городе Смоленске, инструкторов у нас не было, поэтому я учился кататься самостоятельно. На это ушло много-много лет, поэтому советую не повторять мои ошибки. Только инструктор сэкономит вам очень много времени, сил и в конечном итоге денег. Ну а если же все-таки у вас нет возможности заниматься с инструктором, то я просто очень-очень коротко скажу парочку советов по технике катания на горных лыжах, в которой начинается, собственно, катание по твердым склонам и дальнейший фрирайд. Любой поворот на горных лыжах начинается с того, что вы должны правильно стоять на лыжах, равновесно, упираться голенью в стенку ботинка, немножко нависать плечами над мысками, не наклоняться слишком сильно назад, не наклоняться слишком сильно вперед. Фаза входа в поворот происходит от того, что вы надавливаете ногами на голень, на мыски лыж. Это фаза входа в поворот, дальше там уже другие процессы идут. Классическая техника катания подразумевает, что лыжи нужно держать довольно узко. В наше время я могу сказать, что держите ноги как вам удобно. Если вам удобно поставить лыжи пошире, ставьте их шире. Со временем вы сами выберете удобное для себя положение лыж. Спасибо большое. Мы из Казахстана приехали, наблюдаем за вашим творчеством. А кто это? Короче, это легенда. Андрей Шкарпет, еще одна местная легенда. Классическая техника катания на горных лыжах основана на том, что вы делаете укол палкой. Так называемый укол-закантовка. Укол палкой перед поворотом создает закручивающий момент для входа в поворот и помогает вам в него как бы винтиться, закрутиться. Во многих случаях и многие даже туристы обходятся без укола палкой. А здесь такой момент, что если вы владеете поворотом через укол палкой и в какой-то момент не колетесь, потому что считаете, что это не нужно во время спуска, то это нормально совершенно. Если вы никогда не колетесь палкой и не умеете колаться палкой, то это грубая техническая ошибка. Вов, какой длины палки должны быть? Ну, если это фляжка, то пускай будет максимально безу. Да, да. Очень много людей делают ошибку, когда поднимают руку широко, не колются палкой короткой хлестка, а делают это вот так. Как бы просто ударяя по земле, это неправильно. Правильно в локте короткий жесткий укол палкой, закручивающий момент для поворота и следующий укол палкой. В момент, когда лыжи едут боком, направо, вы делаете укол левой рукой и входите в левый поворот. Это повторяется в повороте направо. То есть укол палкой в фазе, когда лыжи выставлены боком. В принципе, укол палкой выглядит немного странно, но это реально работает в горных лыжах. Важный момент, что делать с плечами. Классическая техника, когда они подразумевают, что плечи смотрят в сторону долины, всегда вниз. Плечи находятся в одном месте, но вот корпус, все эти движения ногами, они под вами извиваются. Как бы я ни кололся, как бы я ни поворачивал от лыжи, корпус смотрит в долину. И мое мнение, что если вы новичок, и делаете поворот плечом, и поворачиваете, это может быть одной стадии вашего обучения, но если вы все время, всю жизнь будете поворачивать плечами, то это действительно ошибка. Если у вас не получается держать корпус в сторону долины, то есть тоже упражнение, давно известное. Вы держите палки, две скрепленные в руке, и дальше начинаете спуск. Вы держитесь как будто за руль мотоцикла, и это подводящее такое упражнение, которое позволяет научиться держать корпус правильный. Хорошее упражнение, да, для новичков. Как можно понять, что у вас неправильная стойка? То есть в правильной стойке у вас ничего не должно уставать слишком сильно. Если, соответственно, вы ездите слишком сильно в задней стойке, то вот эти мышцы спереди, они у вас перенапряжены, и вы должны чувствовать боль как бы. Если вы упираетесь в ботинок именно икроножными мышцами, это значит, что вы тоже сидите на пятках. Соответственно, как я уже сказал, поворот, вход в поворот входит за счет того, что мы давим на голень ботинка и надавливаем на мыски лыж чуть-чуть. Соответственно, если вы едете на пятках, вы просто не можете нормально войти в поворот. Вы движетесь на вот этой части лыж, теряете маневренность, подвижность. Давай-давай, все, пытается врезаться с ледом. На таком расстоянии от твоей лыжи проехал. Зачем так делать? Есть одно из таких упражнений, которое позволяет понять, правильно ли у вас стойка. Если в растягнутых ботинках вы можете ехать, значит, вы хорошо контролируете равноместность своей стойки. Спина не должна быть слишком сильно сгорбленная, спина не должна быть слишком сильно прямая. Бывает, что человек едет очень высоко или очень низко, то есть нужен какой-то разумный компромисс. Ребята, если видео было полезным для вас, то лучшей благодарностью будет поделиться им в своей социальной сети. Пожалуйста, сделайте так, чтобы и другие горнолыжники его посмотрели, и, может быть, на наших горнолыжных склонах будет чуть безопаснее. Не забывайте подписываться и прожимать колокольчик, ведь впереди еще много серий самоучителя фрирайда, и самое интересное только начинается. Хорошего вам снега и пока! В общем, все, короче!